Великой Отечественной войны 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 от выполнения боевых задач на заслуженном отпуске в родной Туве, в кругу семьи и близких. Первое время было тяжело, очень даже. Перестаешь засыпать, когда человек пропадает в связи, начинаешь переживать. Но постепенно, потихонечку, полигонечку уже привыкаешь к этой жизни и ждешь человека с душой и радостью. Мы сегодня встретили, мы очень счастливы, пришли мои родители, родственники наши близкие, его друзья. Мы очень-очень рады. Отметим, что Сюрен-Бады, как настоящий военнослужащий и патриот своей страны, никогда не забывает и о своем гражданском долге. Зная о том, что в дни выборов президента России он может быть и в дороге, Сюрен-Бады проголосовал досрочно. Выборы – это шаг в будущее, это будущее нашей страны. Ну, я уже проголосовал, когда находился там. У нас военнослужащие досрочно выборы проводились на территории Донецкой Народной Республики. Сегодня и в Туве с большим удовольствием голосуют на выборах президента России и те, кто отстаивает интересы большой единой страны. Наши доблестные воины, солдаты и офицеры, мобилизованные и добровольцы. Сегодняшний день – это один важный день для всей страны. Поэтому я сегодня пришел, исполнил свой гражданский долг, именно прийти на проголосовать на выборах президента России. Это, считаю, одним из важных моментов не только для каждого гражданина, но и для всей страны нашей. Военнослужащие приходят на свои избирательные участки со своими семьями и выбирают своего кандидата в президенты. Напомним, сегодня начали работы все 187 избирательных участков по всей республике. Каждый гражданин вправе выбрать наиболее подходящего, на свой взгляд, кандидата на пост будущего президента России.